Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Они говорят, что ничего не знаем, документация, неподдерживание режима, не буду ничего исправлять, покупайте его в трижды телевизора. Но у них очень тормозят всякие эффекты, потому что у них подслуживания достаточно. Внимание, пожарная тревога. Пожалуйста, пойдем. Народа мало, я могу, в принципе, голос говорить, будет слышно. Да, слышно. Так, что ждать. Скорость, как я уже говорил, они немножко тормозят, потому что на X3D ускоритель, естественно, там же форс никакой гнито-то не засовывает. Поэтому они тормозят довольно нормально. Потом чуть квадробнее расскажу. Можно сделать так, чтобы не тормозили. Как раз анимацией кто занимается. Анимация возможна. Современные все ездилки, крутилки в браузерах, которые есть. Приложение в это то же самое, что сайт какой-то, то это все поддерживается и отлично работает. В отличие от Big Data, где ничего не работает. Здесь, в принципе, все работает. Можно SVG-картинки использовать. Это не так нам применимо, потому что не так много режимов всего. Получается 2 или 3, если у Ultra HD или 4. Но все равно лучше делать сразу SVG, как пропагандируют многие сейчас разработчики. И просто делать их масштабируемую картинку. Она у вас на всех разрешениях нормально выглядит. И нужно 2-разный набор бандешек делать. Можно делать медиазапросы, чтобы автоматически менялось разрешение. Но это не очень нам помогает, потому что поменялось разрешение в трезер. Трезер нельзя жуток за уголочек. Поэтому разрешение экрана указывается в настройках приложения. И не поменяв настройки приложения, невозможно поменять разрешение экрана. Поэтому это мало нам помогает. Помогает код это делать более структурированным, чтобы было понятно, где что. Чтобы не делать, где и все разные файлы. Заработало? А, отлично. Противопамять, как я уже говорил, недостаточно для двух гигов. То есть мы заливали весь каталог фильмов в память. Работали в память со всеми эти объектами. И все не тормозило, работало. То есть на эту тему можно даже не думать. Конечно, если начнете обрабатывать, извините, Big Data опять в браузере, то может и не хватить. Но для обычных работ, для онлайн кинотеатра или на основе какой-то штуки, вполне достаточно. А вот локальный хранилищ у Apple Store, он там очень ограничен. Проблема даже не в том, что он маленький, но в том, что он все красные. То есть начиная от Philips, у которого он чуть ли не 10 килобайт, то есть это буквально чуть-чуть, там несколько абзацев текста можно туда записать, до нескольких десятков мегабайт, более сильных телевизоров. Для чем это нужно? Мы пытались хрешировать информацию, то есть сохранить более сильное в браузере, в телевизор, чтобы потом заново не загружать, обновлять нужные места. Ну вот столкнулись с тем, что мало хранилища, оно постоянно переполняется, и скорее всего от этого откажемся. Зато его можно загрузить сразу все фильмы в память при загрузке, но займет там на 5 секунд дольше, но зато его все будет летать на меня, будут забежать на свой сайт. Они загружают, нормальным поддерживают разноменные запросы, кому это о чем-то говорит, то есть проблем с этим нет. И они поддерживают AppSocket, то есть быстрое общение с сервером, пересылка событий, как ни странно, начиная с тринадцатого года, то есть уже три года как работает, все это отлично, можно делать приложение, которое еще без сообщения с сервером. Ну, у них есть правоограничения, есть еще и возможности. Например, в Samsung есть доступ к файловой системе, можно сохранить тут какие-то файлы, непонятно зачем, но тоже будет текеширование. Движка в том, что на них общая для всех приложений можно какого-нибудь и ОК, вообще-нибудь поправить, поменять, но почему-то нет такой безопасности. И еще прочая интересная информация они предоставляют. Например, тип по наличии типа сети, то есть там специальные объекты из телевизоров, которые говорят что-то более конкретное о телевизоре, потому что в правой земле обычно нет. То есть, мак-адрес можно узнать, а адрес-то можно, но вот всякие интересные штуки. Отладка. Так как это программный продукт, естественно, его нужно отлаживать. Ударенные консоли, как в каком-нибудь Chrome или Opera нет. В телевизорах она должна быть, наверное, она там отключена. Неудаленные консоли тоже нет. Вообще никакой консоли нет. Это единственное, что не работает на телевизорах со Smart TV. Приходится реализовывать какой-то свой инструмент, то есть что-то выводить на экран по каким-то нажатиям кнопок, чтобы можно было понимать, что происходит. У Samsung есть тестовая лаборатория, где у них в Корее там стоят кучи телевизоров, вы отправляете приложение, они его запускают на железный телевизор, там, ну, не камера, там, скорее всего, как-то с экрана это грабится, и отправляются вам в виде видео, типа как сейчас есть игровые сервисы, когда играете где-то там далеко в Америке, а вы смотрите как видео и управляете. Это удобно, но есть минус. У них там мало моделей, и последние самые не представлены. Так, это так. Не знаю, на чем я это сделаю, в качестве эксперимента. У них есть тест-лаборатория для телефонов, там могут люди сделать, они сделали такую же для телевизоров, но она мало пригодна. А зачем отлаживать? Потому что, например, на телевизоре обязательно. Потому что, например, в Актере, на Филипсе есть такая интересная штука. Я сейчас... Я ускрипточек, понимаете? Могу пробовать себе этот слайд? Один человек понимает, хорошо, расскажу. Мы их порами кофискрипты, кофискрипты, это циклы компилируют вот в такой конструкции, которая в нижней части экрана. И там жирненько выделено то, что он использует для индекса при инкрементах. И этот при инкремент почему-то ломает Филипсовскую Оргеру иногда. Не всегда, но иногда. И он становится каким-то супер-большим значением вместо следующего. 5, 6, 7, 8, 35 тысяч миллионов. Естественно, все ломается. Почему, непонятно, уходится избегать при инкрементах, вот в данном случае. И когда ему долго с ним багом порвать, и это проявляется на телевизорах. Ну, когда вы делаете приложение, чтобы не делать для каждого свое, он может сделать одно, и просто внутри определять, что это устройство, как определить, что это устройство. Самый простой способ, как все браузеры на сайтах делают, это строка User Agent. User Agent там точно такой же, Mozilla 5.0, туда-сюда, WebKit, и там внутри есть еще конкретные для каждого вендора параметры, которые можно регрессами парсить и смотреть. Еще некоторые модели телевизоров передают при запросе на User Agent параметры номер модели, тоже по номеру модели можно что-то определить, но это тоже косвенная информация. То есть мы знаем, что у этой модели вроде как должно это работать, но это не факт, потому что там может быть старая прошивка, например. А для этого есть вендор-специфичные всякие штуки, то есть создается объект, типа объект на странице, и к нему можно обращаться и запрашивать у него всякую разную информацию, например, о прошивке установленной и поддерживаемой фичах телевизора и так далее. Ну, по User Agent просто для примера покажу, какие они. Например, у LG и у Netcast, они платформа телевизора называется Netcast, поэтому у Philips и у Philips называется Netl. Они почему-то, видимо, как-то в сеть это все упирались. Philips две платформы телевизоров, поэтому они немножко отличаются. Две разные. Похожие, но отличаются. У Samsung они затолбили себе, как играет на Smart TV, как любит на Web Design, и Smart TV это, конечно, торговая марка Samsung, если кому-то интересно. У Sony вот такой строк, но еще есть Sharp, никому не интересен, но она очень похожа на Philips, но несовместима на 100%. Ну, у него вот такая строка есть в юзер-агенте, есть проблемы всяких прочих. Можно определить модель. Например, у Samsung есть, ну, началась с 2013 года понятная система именования моделей, наполовину понятная. То есть, первая цифра у них говорит, что это за телевизор, какой это, OLED, еще что-то. Вторая говорит, это производство, в данном случае это E, это Европа. Потом идет размер в дюймах, тоже мы ловим. И почему-то цифры указаны год модели, 2014. Зачем-то непонятно. И потом дальше идет, ну, номер серии, 7000-7500. Ну, это очень большой зоопарк, понимаете, модель. Ну, вот, например, говорят, понятная система, но не совсем. Например, то, что телевизор UHD в большом разрешении, у него почему-то это обозначается в строке, где год. H-U они бежут. 2014 год UHD. Я так понимаю, в 2013 году должно быть H-U. Зачем? Непонятно. Нельзя просто какой-нибудь добавить лишний. Поэтому проще лучше определить поддержку, например, UHD. Ну, это единственная проблема, которую нужно определить, но, например, ее. Определите, можно, как нам говорят, в LLG, раньше было по UBA тоже по номерам модели, можно было реверством от вопрос партии по номерам модели, посмотреть. Сейчас все улучшилось. Сейчас можно, например, напрямую запросить просто к специальному сервису внутри телевизора и запросить, что ты поддерживаешь. Он тебе ответит, я поддерживаю вот это. То есть выглядит страшнее, но, как он понимает, выглядит гораздо правильнее. То есть мы делаем запрос к сервису, говорим, поддерживаешь UHD? Он говорит, поддерживаю UHD. Говорим, ура, работаем. То есть это гораздо лучше, чем парсить какие-то строки и надеяться, что то, что мы узнали, где-то там нам подсказали, что позвонили по телефону, что эта модель поддерживает то, что надо. Каждый производитель предоставляет так называемый SDK из софтвера OpenKit, который состоит из эмулятора для виртулбокса и сборки Eclipse кастомной, которая, в принципе, ничего такого особенно предоставляет, кроме полутора гигабайт места на диске. Ну, эмулятор, у него есть фишки. Он похож, когда был спускатель на то, что происходит в телевизоре. Во-первых, он не такой. Во-вторых, он не поддерживает, опять-таки, интересное для нас DRM проигрывание видео. Почему-то, видимо, из-за проблем безопасности, что никто там не реверс инженерировал, как это работает. Все знают, как это работает. Я не знаю, почему это делают. Вот. Не поддерживает часть API телевизионных. То есть вот здесь, открывается вот эта фишка функция поддерживается в телевизоре, а вот в эмуляторе не поддерживается. Нафиг это делать эмулятор? Непонятно. И он не гарантирует совместимости. Даже то, что поддерживается, работает по-разному. Там другая немножко сборка, не то же самое, что в телевизоре, естественно. И то, что вы протестите в эмуляторе, ну, прикольно, время потратили, но это не гарантия, что это заработает на этом телевизоре. И еще не надо, есть у него всякие. Да и у Sony нет. Ну, Sony, видимо, трезвый решили, что, наверное, в эмуляторе все равно ничего не поддерживается. Как попасть в телевизор после того, как вы написали свое предложение, откладили его в браузере, запустили на живом телевизоре. Ну, тестирование довольно просто. Это самый простой способ. Это фактически все его поддерживают, и записать должны на флешку. В виде папки просто с файлами, либо зипчик, либо еще какой-то сборки через, с помощью SDK. Да, идем на флешку, ставить телевизор, залогиниться там, наверное, нужно девелоперским аккаунтом. На Samsung он очень клёвый, но у него пользователь девелоп называется, без пароля, и все. Вы становитесь девелоперским аккаунтом на телевизоре. Он ничего не дает. Только сказать, приложение дает без прописи, если вдруг интересно. Через флешку вставили, потестировали, вытащили. У вас что-то не работает, побежали к телевизору, вытащили, вставили компьютер, забрали новую версию, записали, вставили в телевизор. Ну, это очень фитнес не нужно компанию выпрашивать. У Samsung в 2013 году была интересная система, нужно было собирать отдельный статический сервер, из которого он бы это тестовое приложение забирал у вас в внутренней сети. Непонятно, зачем это нужно, зачем нельзя было, как-то более простыми способами. Ну, такой способ есть. Ну, или посредством SDK, то есть вот этого iClick просто взяли, нажали команду debug или run, и он его, если получилось, если не получилось, заливает телевизор. Ну, формально они такую функцию декларируют. А если вы хотите, у вас уже, собственно, в App Store, у каждого телевизора, в магазин, но если вы ничего не продаете, то вы просто заходите в кабинет разработчика, регистрируетесь там, отправляете его в сборку, они его тестируют, говорят все окей, чувак, ну или не окей, правь вот это, и попадает приложение в магазин, пользователь его скачивает. А если вы планируете его продавать, или не продавать что-то внутри, например, кино, как у нас, то вам нужно будет куча договоров всех, кто подписать, доказать, что у вас сегодня ворованное, что у вас есть права на это, и платить роботе, как и на страну. На телевизоре нельзя показывать кино, там продавать, и чтобы они, они себе хотят продаваться, это естественно. С телевизорами не хотят, а вот у нас хотят. Ну, я вкратце расскажу, про каковущий особенность этих вообще телевизоров. Их, на самом деле, три крупнейших, ну, четыре, еще Sony там рядом, просто мы с Sony пока еще не роботу. С два лидера рынка, это Samsung и LG, два корейские экрана, они постоянно друг друга конкурируют, очень сильно друг друга не любят, постоянно. Особенно российские, в общем, еще больше всего друг друга не любят. Нам нужно все это на них, естественно, протестировать, и они все отличаются. Для этого вам нужен Samsung 12-го года, 13-го года, 14-го года. Вам нужны LG то же самое, 12-го, 13-го, 14-го года. Они все отличаются, они их разные, немножко реально тестировать, потому что то, что работает на одном телевизоре, не работает на другом частенько. Нужно не искать такого, чтобы работал на всех. У Philips попроще, у них всего 12-й, 13-й, только год. 14-й точно такой же, как 13-й, но попроще. У них две платформы, поэтому вам нужно по телевизору иметь двух копиях. Они не совместимы между собой напрямую, у них там наверное некоторые типа видео не играют. Нужно проверять. Ну и чтобы не было скучно, каждый производитель выпустили в этом бету UHD-телевизор, который больший. каждый. То есть, и у них, казалось бы, просто экран большой. Но не все так просто, там плейер немножко другой, потому что контент другой, кодекс, соответственно, другой. Они, естественно, не смогли это поддержать на старом плейере, написать новый, и его приходится поддерживать. Ну и опять-таки, если вдруг вам уже стало скучно, то они еще каждый UHD-телевизор на двух платформах на старой и на новой. Samsung, например, перешел на Tizen, LG сделал на старой платформе Netcast и на VBoss на новой системе своей, а Philips на каких-то двух безымянных системах тоже они между собой несовместимы сделали. И если вы хотите, ну на старых телевизорах 11-го года нормально не играет DRM-защищеный виде, но если у вас погодный вид, вам нужно будет еще это задиметь телевизоры 11-го года. Samsung и LG Philips лучше не покупать, потому что это... не надо расстраиваться, надо покупать Philips 11-го года. Там даже менюшка телевизор тормозит, не то, что это какой-то смарт-табы. Ну и Samsung на своем Tizen, на новой системе выпустил не только UHD-телевизор, но обычный, поэтому нужно еще обучить телевизор, потому что они с UHD-телевизором отличаются. И вот такой зоопарк нужно иметь, чтобы все это, как минимум, проверять. Потому что вы не можете пользоваться, он звонит, у меня какой-то телевизор, у меня ничего не работает, верните мне деньги, вы сказали, я ничего не знаю, у меня работает, так он не прокатывает. Поэтому нужно открыть телевизор, посмотреть, что происходит. Частенько, на трех телевизорах эта фирма работает, а на четвертом нет. Ну частенько, поэтому заставили наши тестировщики тестировать на всех телевизорах. Ну и вкратце расскажу немножко про самих вендоров. Philips 1-е в 2008-м году, у них есть вот такой дуракский сайт, где типа можно добавлять свои приложения, ну это на самом деле можно, но по идее там бы хотелось иметь документацию, документации там нет. Там какие-то пара туториалов, каких-то непонятных, ни о чем. А всю остальную документацию приходится добывать либо напрямую из той компании, которая разрабатывает это и все. Это голландская компания, не помню, как называется, которая заказывает все в Индии. И у них как-то можно вытащить какую-то документацию напрямую, на сайте ее там нет. Он был самый первый, и потом забили на это, и кристалли развиваться до сих пор. Ну сейчас еще тут пытаются догнать, но я так понимаю, они вообще, кто там они, французы, голландцы, кто там основал, Фьюз. Владимир Таняшев продал каким-то китайцам, и на счастье все равно, они делают какие-то продукты для здоровья, на телевизоре забил. Он самый любимый до сих пор, и у них, как я говорил, лучшая документация, грубо говоря, ее только нет. Он на опере, и у них три платформы сейчас, Fusion, MTK и Android. Fusion, MTK отличается тем, что он гораздо дешевле делается в калуге, а Fusion делается где-то в Европе, он у меня меньше багов, как ни странно, не знаю, почему он так отличается, просто сборка. И они сейчас тоже переходят на Android, что-то такое Android TV-образное. Но пока там приложения, они утверждают, мы пока не видели, нам еще не прислали телек, они там утверждают, что это те же приложения на веб-технологиях будут запускаться на Android, как видим, через слой эмуляции или еще как-то, то есть не нужно пока на Android писать. У них 17% рынков продаж телевизоров, и по нашему опыту всего 1% пользователей, то есть людям, ну нет таких терпеливых людей, которые способны этим пользоваться. Массивно. И CLG. У них есть хороший сайт с хорошей документацией, вот такой, он самый быстрый был, сейчас они, например, на уровне с Samsung, у меня Samsung немножко отстал. Он самый понятный, у него понятный API, нормальные методы, рабочие, все так плохо сделано, очень хорошая документация, мало ошибок, все работает. У них сейчас три платформы, две платформы, Netcast и WebOS. WebOS это такое что-то индексообразное. Особенно для нас ничем не отличается, там некоторые объекты немножко другие, но опять-таки это тоже все на уровне технологии. И они тщательно на уровне китер. У них меньше 43% рынка, и это около 33% наших пользователей. Есть сейчас Samsung, самый агрессивный, у них много моделей, у них тоже есть документ, форум вот такой, он называется форум, но это не форум, это просто сайт разработчиков с документацией, совсем фишка в том, что они удаляют старые версии с документацией, если вы что-то написали на старом коде, хотите разобраться, в чем прикол, заходите на сайт, а там уже нет, только новая документация. С новыми ошибками. У них фактические ошибки даже встречаются. У них немножко отличается API внутри, то есть они зачем это делают сегодня так, как все, чтобы отличаться как-то. Самый неудобный, раньше был у них ужасный пульт с таким интерфейсом, где нельзя было просто водитель мышки она была так влево-вправо. Типа это очень удобно делать все такие движения, и это перемещало курсор на одну позицию влево. Вот если на курсор нажать, гинем, вылетели, а не все. У них ошибки документации, они также начали ответить платформу у них. Некая Smart TV, не знаю, как они себя называют, и тайтинг, то есть это что-то похожее на лжичный вопрос, тоже это какой-то линус, который на других устройствах тоже используется, на часах, нехумных, используется. К счастью, они тоже какие-то совместимые по большей части с лжи. У них чуть больше 30% фрагмента, то есть плюс-минус с лжи, но зато у них почему-то 70% пользователей. То есть каким-то образом в два раза, почти в два раза больше пользователей покупающих смартного Samsung пользуются им, чем под лжик, не знаю. Видимо это какой-то подход как между AMD и Intel и AT и NVIDIA, то есть какие-то разные люди разные с руками пользуются почему-то. Кто-то любит лжи, но не стоит смотреть смартного и не знает, почему так. Мы не исследуем. Еще есть Sony, у них есть, это по сути даже не сайты разработчиков, какая-то лендинг страница, где написано, ой как клево отрабатывает под Sony. Только нет ни документации, ни контактов, ничего нет. Нужно как-то это все добывать. То есть документации, т.е. тупо нет вообще никакой документации. Нужно все, они дают только после подписывания на договоры с партнером, как партнерского договора с ними. Но то у них, как ни странно, довольно толковый API, нормально все так организовано, хорошо. Это плюс. Но мы бы это никогда не узнали, если бы не смогли заключаться до их разработчиков. У них тоже WebKit. У них сейчас две платформы, опять-таки, они старые брали, и они тоже переходят на Android. Все переходят на Android, да. Вот. У них чуть меньше 18% рынка, это примерно как Philips. То есть на втором шоуле они, ну у нас нет, мне не надо их попользовать, к сожалению. Не знаю, посмотрим, как будут пользоваться эти люди. По ощущениям, не будут они пользоваться. Ну ладно. Ну и, какие у нас перспективы? Перспективы, на самом деле, туманные, потому что, ну, большинство оптимизоров сейчас переходит на Android, и, скорее всего, пропагандируют то, чтобы загружать приложения из Android-маркета. Там, конечно, нужно будет делать специальные приложения с поддержкой, то есть без тащи свинов, и больше, и отреактированы в телефон, то есть сразу не получится. Но это говорит о том, что приложения, возможно, они перестанут поддерживать. А пока они говорят, что поддерживают. То есть это хорошо. Но все равно, когда смарт-тв телевизоров растет, под них имеет смысл разрабатывать. Сейчас еще один конкурент у нас появился какой-то, не помню, называется, безымянный. У них развивается интерфейс пользователей. Раньше пользоваться телевизором за смарт-тв это было мучение, нужно было там влево-вправо набирать, набрать просто тупо адреса, в адресной строке браузера встроенного. Это было, ну, очень, очень, нам было стерпелевым человеком, что это сделать. Часто все проще. Сейчас появились вот эти мышки гироскопические, то есть, как лазерные как будто указки указываются, нажимаете, все отлично работает, гораздо проще. Естественно, меньше раздражает, больше человеческих пользователей. У них появляются такие штуки, как мудискрин, то есть управление телевизором с планшетом, или с телефоном, или, может быть, даже с компьютером. Но пока и не нужен рабочих реализации этой технологии. Существует уже лет пять, наверное, вот эти вот вторые экраны. Посмотрим, может, не получится в июле, в Samsung, я не знаю, расскажу, что там хитро придумали по поводу второго экрана, может быть, может быть, может быть, как разверт. К счастью, они становятся менее тормознутыми, уже так сильно они весят. Да и вообще, как-то все получше у них становится, развитие идет нормально. Ну, если просто идут на Android, и не он будет разрабатывать на Smart TV на новых технологиях. Спасибо. Меня зовут Лутак. Там, вот, на GitHub есть проект, у меня Smart TV называется, где я складываю какую-нибудь полезную информацию, ну, такую, да, открытую, типа, как определить телевизор, как формат формирования моделей, ну, и презентация, ну, нет, сейчас старая версия, я ощущаю, но лежит на моем сайте. Спасибо. Если вопросы есть, могу ответить. Вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Вопрос, вот, касательно как раз предложений, а как обстоят дела с предустановленными приложениями, когда, вот, человек покупает сразу в магазине телевизор, приходит, включает, там вот, как раз на Smart TV есть уже определенный набор, вы все, наверное, видели. Вот, вопрос в том, насколько реально туда попасть и что для этого надо сделать. Для этого надо договориться с Samsung, чтобы ему было это интересно. То есть, либо пообещать большие продажи, либо занести денег, наверное, просто не знаю. Но мы просто договорились, что, вот, типа, мы хорошие, вы хорошие, давайте общаться, Санься, взяли ОК, и добавили нас к предустановленному приложению. Она не постоянно нас убирает, добавляет, мне какие-то там предковерные интриги между елок и жаленьем существуют. Но, вообще-то, это просто договоренности. Можно договориться. Если вы большая компания, конечно, какая-нибудь мелкая компания предустановит. Но какой-нибудь серьезный игрок рынка, типа, нас, или ОК, или еще какого-нибудь заработка ТВ. Ну, то есть, это, в основном, какой-то менеджер, с которым вы будете общаться, будет решать уже и даст такое как-то? Да. Причем, у менеджеров в Корее и у менеджеров в России могут быть разные мнения, как ни странно. Лучше, конечно, договориться с Кореей, если у вас есть там ВКонтакте. Они там постучат немножко вниз, и все будет хорошо. Потому что местные, они менее адекватные. И второй вопрос я говорю, короче, насчет обновлений прошивок, насколько они ломают API и вообще при обновлении они утилились. То есть, одна модель, но с разными версиями прошивки, насколько это влияет? Мы не сталкивались с тем, чтобы было ухудшение. Были некоторые версии только с богами и багами, они их без них правили. Но, как правило, новые версии чинят больше, чем вам надо. Но у нас были такие ситуации, когда мы не могли работать на какой-то версии прошивки, потому что она не поддерживала нужный нам кодек, например, который у нас все скалировали. И приходилось пользователям показывать специальный экран, типа у вас старая прошивка одна есть, пожалуйста. И, ну да, все равно. А обратной ситуации не бывало, что с обновлением переставало ваше приложение? Нет, такого у нас не было. Были баги, которые быстро справлялись. То есть это всегда бывает. Но то, чтобы они что-то сделали так, чтобы не работало, такого не было. Спасибо. Еще вопросы? Ну ладно. Всем главное. Спасибо. Спасибо.